всем привет друзья хочу для вас снять маленький ролик а вернее предостережение как не надо что не надо делать с бочками в чем суть самого ролика суть предостережения у меня есть бочки бушные для меда это бочки из-под пищевого концентрата то есть тут был джем и бочки покрыты пищевой эмалью пищевой краской и вот что случилось в одной одну я взял одну из бочек и налил сюда воды то есть аки скидывал сюда за брус чтобы его вымыть после того как он стек и залил водой чтобы вымыть это все и на перетопку и вот я перетопил воск и увидел что я реально испортил бочку что я хочу показать что была вот такая бочка то есть она хорошая покрытие хорошее нигде нету ни скола ничего нету то есть бочка для меда классная и вот бочка теперь которая получилась у меня после того как здесь побывал забрус воск с водой то есть получилась какая-то химическая реакция то есть кислоты и когда я начал мыть бочку реально вот эта вся краска от от пупырилась и там он даже видно и отпущилась вот когда я мыл вот такие куски краски слазили слазили с этой бочки ну то есть реально бочку я испортил теперь эта бочка ну все она пришла в негодность ну как негодность для меда она не пригодна для для меда его конечно можно покрыть пищевой краской там какой-то ну я думаю этого не стоит делать потому что мне все равно бочки нужны будет она мне дальше работать как ну для мытья там пыльцы сборников опять же что отвоз сюда сбрасывать чтобы он отмачивался ну и так дальше так что друзья вот что получилось у меня с бочками реально перевел бочку и хочу теперь просто предостеречь вас что ну надо быть аккуратным с этим то есть в кого тара вот так сказать подсчет кого тара подсчет чтобы быть поаккуратнее с этими ну с водой и так дальше я думаю что заливать сюда воду и чтобы она тут стояла она непригодна для меда на хорошо как я сделал не очень-то и хорошо вышло я думаю что многим это будет полезно знать потому что вот я как бы думал что краска ничего с ней не будет даже не подозревал о том что вода и воск краска отойдет ну что имеем то имеем теперь есть опыт пускай он горький он есть ну и хочу теперь поделиться этим опытом с вами чтобы кто-то из вас не сделал такую же ошибку как и я вот и все вот и вся суть этого ролика так что друзья кому пригодится это мой опыт ставьте лайки кому не понравится видео ставьте дизлайки и подписывайтесь кто не подписался еще на мой канал следите за новостями с вами был Иван Фабро до новых встреч пока